Всем привет, друзья! На связи проект Инженерные Знания. И сегодня мы говорим про механизм формирования частичек из... из ничего. Как будто бы пришел добрый волшебник, взмахнул волшебной палочкой, и из абсолютной пустоты у нас сформировалась некоторая материя. Сам по себе механизм формирования частичек из абсолютного вакуума, или для простоты, из абсолютной пустоты не описан полностью, не имеет однозначного подтверждения, и полностью не проработан. У него остаются различные белые пятна, и, как это сейчас можно говорить, узкие места. Но явление появления... явление появления, как интересно звучит... Но явление формирования частичек из некоторого пустого пространства зафиксировано. Такое наблюдалось при работах на коллайдере, и называется это рождением пар. Используя механизм формирования грамотным образом, мы можем сделать буквально любую материю, буквально из ничего, если у нас есть энергия. Но мы уже сказали слово энергия, уже сказали много чего интересного, уже сказали абсолютная пустота, даже про коллайдер вспомнили. Давайте поэтапно попробуем разобраться с тем, что происходит. Сразу хочу сказать, что я постараюсь донести материал наиболее простым образом, поэтому будут различные сокращения, упрощения, и вообще мы будем ориентироваться на общий смысл происходящих процессов. Как таковой абсолютной пустоты физики не существует. Стоило бы обратиться к ранним моментам жизни Вселенной, которые, кстати говоря, тоже где-то на уровне теории находятся, поскольку вернуться туда мы не можем, проверить мы это тоже опытным путем не можем. Но там примерно это и происходило. Примерно в какой-то момент что-то начало из чего-то получаться. И вот тут на самом деле очень интересное пересечение физики, философии, и даже в какой-то степени теологии. Поскольку вот этот вот процесс появления чего-то из-за ничего, он находится где-то на границе понимания самых разных наук. Но мы с вами разбираем все-таки физику, мы все-таки пытаемся развивать инженерные знания, и исходя из технического представления вопроса, никакого абсолютно вакуума не было. Здесь вступают в права некоторые представления о существовании полей, разных полей. Поля бывают самые невероятные. Полей существует, насколько я помню, по теорию струн около 15 различных видов, и каждое поле за что-нибудь отвечает. Естественно, что поскольку мы не до конца понимаем, чем является каждое поле, мы не можем сказать, есть оно в данном случае в каком-то месте или нет. Здесь очень полезно провести ассоциацию с полями, знакомыми нам на Земле, это электромагнитные, например, поля, действия которых можно обнаружить по воздействию на внесенный пробник, на тот или иной. И если на пробник что-то воздействует, мы говорим, что тут есть некоторое поле. Поле так и продолжает являться особым видом материи. Про поле, кстати, был ролик, почитайте, посмотрите. Ссылочку оставлю или в сплавящих подсказках в описании. Там мы подробно разобрали, что физика до конца не понимает, чем является поле. И вот именно из-за этого непонимания появляются различные белые пятна. Эти различные белые пятна вливаются потом в самые невероятные теории и вызывают множество самых разных, самых интересных вопросов. А дальше самое интересное. Материя просто так ниоткуда не появляется. Мы работаем с законом сохранения. И, кстати говоря, закон сохранения энергии работает во всех видах физики. Это, наверное, один из фундаментальных законов, который никто не оспаривает. Закон сохранения энергии работает как в кинематике, механике, во всех вот этих вот привычных нам со школы разделов физики, так и во всех вариантах квантовой физики. И вот тут-то он проявляет себя наилучшим образом. Получается, что вот это вот поле, которое присутствует в абсолютной пустоте, в абсолютной пустоте, которая на самом деле не пуста, а содержит поле, начинает взаимодействовать с энергией. Если сильно упростить этот процесс, я даже проще скажу, я сейчас не смогу сформулировать вот этот вот талмуд, вот эти вот информации, которые обычно описываются в научно-популярных изданиях, которые тем более описываются в профессиональных изданиях, называемых профессиональными. Поэтому я сильно упрощу формулировку. В конечном итоге получается, что было некоторое поле, его начали накачивать энергией, и в результате накачки энергии это поле превратилось в некоторую материальную частицу. На самом деле это и правда похоже на новогоднюю сказку. На самом деле процессы, правда, выглядят больше таким уже каким-то фантастическим, но я думаю, вам будет интересно узнать, что были проведены реальные эксперименты на коллайдере, про которые я в самом начале упомянул, и там появилось такое интересное явление, как рождение пар. Что такое рождение пар? Это появление пара частицы и античастицы при взаимодействии, при появлении избыточной энергии в некоторой локации. Процесс рождения пар зафиксирован, описан, и про него очень много различной информации, которая вообще не составляет труда никакого найти. Ну и здесь не лишним будет упомянуть, что есть у нас с вами та самая великолепная закономерность Е равняется МС квадрат, которую все очень хорошо знают, ее знают даже те, кто не понимают, к чему это относится, кто все это выявил, для чего все это нужно. В некоторой степени можно сказать, что у нас материя есть энергия, а энергия есть материя. При должном уровне обработки всего этого процесса получается, что материя легко превращается в энергию, как наоборот, энергия легко превращается в материю. И если с первым превращение вопросов не возникает, то со вторым все намного сложнее. Превращение материи в энергию можно наблюдать где угодно. Жарим шашлыки, берем уголь, берем дрова, берем что угодно, начинаем сжигать, превращаем материю в энергию с помощью правильного процесса. Зато очень много вопросов вызывает появление материи из энергии, потому что представить умозрительно это очень сложно. Так вот, вся суть того, о чем мы сейчас с вами говорим, это как раз способ такого превращения. И если вы помните, у нас с вами наша тема звучала как механизм превращения энергии в материю или механизм появления частичек из ниоткуда. И я еще сказал, что как таковой механизм полностью не описан. Но мы знаем самое главное, что для того, чтобы появилась материя из ничего, нам нужно это ничего насытить энергией. Дальше механизм выглядит примерно таким образом. В этом ничего были какие-то различные квантовые поля. Эти квантовые поля обладали некоторыми интересными свойствами, которые при взаимодействии с энергией начали рождать самые разные частицы. Мы можем сжигать дрова и получать энергию. А теперь представьте, что мы можем взять энергию, запасенную в аккумуляторе, и генерировать какую-то очень полезную материю, нужную в данный момент. Частички пытаются делить все больше и больше, они все больше и больше делятся. Находят все новые и новые субатомные частицы. Дальше в субатомных частицах находят еще более мелкие частицы. И один из них только кварков нашли. Я уже не помню сколько, но там вот такой вот запарк этих кварков, в котором уже просто огромное количество самых разных частичек. Тут еще появляются различные частицы мнимые, различные частицы виртуальные, частицы расчетные, которые нужны для того, чтобы некоторый баланс существовал. И вот когда мы все это анализируем, мы понимаем, что где-то должна быть граница всего этого. Мы должны или найти мельчайшую частицу, от которой будем отталкиваться, или должны сказать, что мы не совсем правильно понимаем природу материи. Я думаю, что исходя из вот этих вот экспериментов, о которых мы сейчас с вами поговорили, все-таки все сводится к тому, что природа материи у нас немножко, ну, отличается от того, что мы с вами хотели бы видеть. К сожалению, проверить все это сказанное на практике очень сложно или практически невозможно. Можно собирать информацию по крупицам. Например, факт появления частиц в коллайдере, в общем-то, зафиксирован и, может быть, используют как научный факт, с одной стороны. А с другой стороны, эти частицы все равно никто не видел, и непосредственно наблюдать их не получается. Наблюдают их различными косвенными методиками, например, по треку в камере Вильсона или по воздействию на любые другие объекты. Как правило, сначала получается некоторая математическая модель такой частицы, а потом она наблюдает. Если даже предположить, что есть некоторое поле, которое взаимодействует с энергией, которую мы ему передаем, не ясен вот этот механизм передачи. Есть интересный эффект, который заключается в формировании частичек разного типа при воздействии сильных электромагнитных полей. Электромагнитное поле настолько сильно воздействует на вакуум, что буквально разрывает его, и из этого электромагнитного поля тоже начинают плодиться самые разные частички, которые мы, в общем-то, ожидаем. Ну, а на этом, наверное, все. Я надеюсь, что мы с вами вопрос смогли в той или иной степени раскрыть. Обязательно подписывайтесь на Телеграм-проект, а там сейчас выходит наибольшее количество обновлений. Обязательно следите за его развитием. Ну и смотрите другие ролики. Буду рад вас видеть снова. До скорых встреч!